Один украинский военный ранен в зоне АТО. С начала суток боевики обстреливали позиции армейцев уже 12 раз. Били в основном из гранатомётов. Больше всего досталось защитникам Авдеевки, Каменки и Станицы Луганской. В Марьинке и Водяном противник применял стрелковое оружие. Подробнее о ситуации на передовой наш военкор Игорь Левенок. Луганщина, передовая в районе села Трёхизбенка. Наши бойцы наблюдают за противником. С той стороны время от времени слышно, как работает вражеский пулемёт. Всё, что происходит по ту сторону, каждый обстрел врага, наши бойцы фиксируют в тетради. Половина страниц уже исписана. Солдаты говорят, раньше такой тетради хватало на полмесяца, а после Пасхи только на неделю. Окупанты очень активизировались. Поехала какая-то машина, где что разгружали. Стрельба, вот сектор номер один, слышно стрельба. Вспышек не видно. Стреляли с автоматов и БТРов. Да, ну это уже вторая. Одну уже отдали. В основном работают по ночам. А с чего? Дашка, танчики, пару раз БЭХа стреляла. СПГ стреляла. Максим бывает работает. И военные предупреждают, никакой системы обстрелов здесь нет. Боевики могут открыть огонь в любой момент, из всего арсенала, что у них имеется. Поэтому наши солдаты передвигаются только по окопам и без крайней необходимости из блиндажей не выходят. Очень часто стреляют. Вот они могут пострелять в 9 утра, потом в 2-3 дня, потом в 5 и тупо целую ночь. Бойцы наблюдают за противником. Говорят, там особо и не скрываются. Сегодня несколько грузовиков боевикам подвезли боеприпасы. Ребята видели, как враг выгрузил ящики с минами и патронами. Доложили руководству, но пустить очередь. По наемникам из пулемета приказа не было. Могут пострадать мирные жители, которыми боевики прикрываются. Это боится за мирных же в основном, переживаем. Как они потом к этому отнесутся. Им и так сейчас не сладко живется. Пресс-офицер механизированной бригады говорит, против их подразделения работают танки, запрещенные минометы и артиллерия. Особенно в районе Крымского. Там во время огневых ударов враг себя не ограничивает. Такая ситуация и на вселенной фронте. То есть, боевые машины, танки. 120 калибр, 82 калибр. Еще большего усиления огневой активности врага наши военные ожидают в период майских праздников. Говорят, это уже традиционно. Игорь Левенок, Евгений Пахальчук, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер.